МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости итоговая программа. В студии 7-го канала Вологды Александр Соколов. В студии 12-го канала Череповца Виктория Пименова. Здравствуйте! Эта рабочая неделя была короче, чем обычно, поэтому и пролетела быстрее. Но событий, о которых стоит вспомнить, было много. Вот главная тема выпуска. Жизнь равных возможностей, как у нас соблюдают требования Конвенции о защите прав инвалидов. Увековечить память в Кириллове заложили камень в основании будущего памятника спасателям. Мировые чемпионы и монахи Шаолиня. Международный фестиваль боевых искусств прошел в Череповце. Монеты, бусы и иглы из рыбьих костей. Как жили на земле Вологодской в 13 веке? Специалисты Эрмитажа удивились находкам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безбарьерной средой для инвалидов. Об этом заявил на этой неделе глава региона Олег Кувшинников. Ускорить процесс требует Конвенция о защите прав людей с ограниченными возможностями. В том, что масштаб предстоящих работ действительно велик, глава области убедился на экскурсии, которую провели для него активисты городского общества инвалидов Вологды. В Череповце проблем у людей с ограниченными возможностями тоже много. И хотя новые дороги, переходы, новое здание строятся с учетом социальных потребностей инвалидов, это лишь капля в море. На прошедшей неделе еще одной такой каплей стало оборудование пандусом муниципальной аптеки. О том, возможно ли превратить окружающую действительность в среду без барьеров с равными возможностями для всех, в материале Марии Помиловой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это яркий образец «Как делать нельзя». Как делать нельзя. Показывай. Три ступеньки у здания педуниверситета почти непреодолимая преградом. Конструкция, напоминающая пандус, не спасает. Колеса болтаются в воздухе. Коляску приходится поднимать практически на руках. Затем она едва протискивается в дверь. И учитывая то, что у меня коляска. Да, давай. Внутри вуза полное фиаско. С одной стороны крутые ступеньки на второй этаж, с другой – вновь непреодолимые рельсы. Сделанные явно не по стандарту. Потому что вопрос пущен на самотек, поясняет губернатор. Административный кодекс Российской Федерации, он предписывает федеральным надзорным органам контролировать выполнение данного законодательства. Но орган на сегодня неопределенный в федеральном уровне. Кто должен это контролировать? В идеале угол наклона пандуса не больше 5 градусов. Ширина дверей не меньше 90 сантиметров. Поясняет Максим Выдров, представитель городского общества инвалидов. Эту экскурсию по областному центру он проводит по просьбе губернатора. В соседнем здании, доме творчества для детей и молодежи, пандус лучшим, но тоже слишком крутой. Максим въезжает с заметным усилием. У первой городской поликлиники почти норма, но все же не идеал. Создавая доступную среду, мы заботимся не только об инвалидах, а и о маломобильной категории населения. Если всех в сумме объединить, это 70% жителей области. Потому что это не только пенсионеры, это и дети, дети маленькие. Хотелось бы видеть деньги, которые заложены на это. И при участии непосредственно общества инвалидов эти деньги можно было бы максимально эффективно реализовать. Впрочем, проблема не только в качестве, но и в самом количестве пандусов, подъемников и специальных санитарных комнат. Конвенция по правам инвалидов, ратифицированная Россией, требует, чтобы почти половина учреждений и жилых домов к 2015 году была оборудована с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Пока картина совсем другая. Пока паспортизация была сделана в трех областях пилотной Российской Федерации. Так вот, уровень и количество объектов всего 16% оборудованных пандусами для инвалидов, а необходимо 45%. Сейчас на Вологодчине более 120 тысяч инвалидов. Из них каждый пятый – это колясочники с нарушением опорно-двигательного аппарата. Если же учитывать и так называемые маломобильные категории граждан, то в создании и безбарьерной среды нуждается около 300 тысяч человек. Такая программа уже три года реализуется на территории области, но власти откровенно говорят, только своими силами с такой масштабной работой не справиться. Сейчас к 115 миллионов областного бюджета на реализацию программы мы предполагаем, что будет не меньшая сумма из федерального бюджета, и плюс не менее 150 миллионов рублей. В целом программы мы очень надеемся, что будут участвовать средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. А пока каждый ликвидированный барьер на пути инвалидов становится настоящим событием. Например, пандус, который буквально несколько дней назад появился у одной из череповецких аптек. Она ближайшая к дому-интернату для пожилых людей и инвалидов, где уже 15 лет живет Надежда Бурлова. Отправляясь за лекарствами, она каждый раз ждала у крыльца. Пока специалист выйдет на улицу, пока ей вынесут лекарства. А пандус для нее – путь в нормальную жизнь. Отлично, отлично, хорошо. Можно подняться, там развернуться, сзади туда заехать хорошо. Можно самой все выбрать. Подъехал, посмотрел, все сама можешь выбрать. В программе «Безбарьерная среда» установка подобного оборудования в школах и поликлиниках, театрах и на остановках. И, конечно, в домах. Какой смысл обустраивать учреждение, если инвалид из квартиры выбраться не может. В 2013-м власти намерены плотно заняться переоборудованием старого жилого фонда. Но, как ни странно, много вопросов и к вновь построенным зданиям. Несмотря на нормы и санпины, лишь треть приспособлена под нужды людей с ограниченными возможностями. Глава региона потребовал исправить ситуацию. Ни одного объекта социальной, жилой, коммерческой инфраструктуры не должно быть построено без предоставления объекта комиссии в рамках «Безбарьерной среды». Все объекты 100% должны сдаваться только при наличии пандусов для инвалидов, звуковых сигналов для слабослышащих, специальных нанесенной разметки для слабовидящих. Все это процесс продолжительный и, конечно, займет не один год. Но пока важно хотя бы предоставить информацию о тех зданиях и помещениях, где есть специальные пандусы и подъемники для людей с ограниченными возможностями. Сейчас в Обществе защиты прав инвалидов уже разработали специальное онлайн-приложение под названием «Доступная Вологда». Уже в ближайшее время оно будет доступно и в интернете, и для мобильных гаджетов. Посмотрев его, инвалиды смогут понять, в какие аптеки, больницы, поликлиники, театры им есть смысл идти, а куда визит придется отложить. Разработка такого проекта началась и на областном уровне. С каждым вновь построенным пандусом в нее будут вноситься изменения. Их память будет увековечена. В минувшие выходные в Кириллове торжественно заложили камень в основании будущему памятнику пожарным и спасателям, которые погибли при исполнении служебного долга. Решение об открытии монумента было принято после трагедии, которая унесла жизни троих кирилловских спасателей. Само ЧП случилось в этом году в середине лета. Группа спасателей и пожарных выехала ночью на ДТП. Спустя некоторое время другой автомобиль на скорости вылетел на обочину, где стояли спасатели. Трое погибли на месте. Подробности в нашем следующем материале. Мы перевернулись, но мы перевернулись, как будто ангел у нас на руках. Понимаете, машина с такой горы. Мы вот встали на крышу и все вышли. Они все просто чудом выжили в той аварии, говорит Анна Теодоровна. Машина, в которой ехала вся семья Бибиксаровых, не просто съехала в Кювет, а еще и перевернулась. Пожарных, спасателей и полицию вызвали проезжавшие мимо водителей. Михаил Бибиксаров, сам профессиональный спасатель, отправил родных, маму, отца и невестку домой. Пообещал вернуться буквально через 20 минут. Мы с сестрой стоим возле окошка, ждем их всех, как бы ждем. Вдруг скорая. Я говорю, господи, кому-то плохо. А вы думаете, сюда заходят. Дальше я уже ничего не помню. Я 40 дней этой жизни не помню. Александр Сорокин, Вячеслав Глебов и Михаил Бибиксаров. Молодые, здоровые, целеустремленные парни. Их жизнь оборвалась здесь, на подъезде к Кириллову. На огромной скорости в сотрудников МЧС и полицейских врезалась легковушка. Несколько человек получили травмы. Трое – несовместимые с жизнью. Большая потеря. Сколько семей, сколько горя. Извините. Проститься с погибшими спасателями тогда пришел весь город. После их похоронили в родных селах. По традиции, под звуки выстрелов и сирен пожарных машин. Их любят. О них до сих пор вспоминают родные сослуживцы. Это были герои, готовые отдать свою жизнь ради жизни других. И, как положено героям, в их честь в Кириллове будет установлен памятник. Две стеллы, разъединенные набатным колоколом с невысокой стенкой, с гербом МЧС России, гранитными досками и вырубленным крестом. Это идея заслуженного спасателя, а сейчас заместителя председателя Федерального собрания Юрия Воробьева. В эти выходные на месте будущего монумента прошла церемония открытия закладного камня. Мы должны воспитывать нашу молодежь на героях, которые, и на тех героях, которые раньше были в нашей истории, и на тех героях, которые живут среди нас и отдают свои жизни ради блага и спокойной жизни людей. Поэтому я очень благодарен Юрию Леонидовичу, который выступил инициатором установки здесь памятника. И мы, безусловно, все подключимся к этой работе. Стоимость монумента около трех миллионов рублей. Миллион триста уже удалось собрать. Большую часть перечислил Российский Союз спасателей. Пожертвование также сделали губернатор области Олег Кувшинников, начальник главного управления МЧС России по Вологодской области Андрей Бессмертный и сам Юрий Воробьев. Это будет памятник людям, которые отдают свою жизнь, исполняя свой профессиональный долг. И я думаю, что мы должны каждый, хоть понемножку, но вложить сюда свои деньги, свое сердце, свою душу. Внести свою лепту в создание памятника погибшим пожарным и спасателям могут и все вологжане. Реквизиты счета, на которые можно перечислять деньги, размещены на сайте областного управления МЧС. Ориентировочное открытие монумента состоится уже через несколько месяцев, в апреле следующего года. Спортивные баталии стали еще ближе волокжанам. Впервые на этой неделе телезрители каналов ТВ7 «Вологды» и канала «12 в Треповце» могли наблюдать за игрой «Вологды-Чевакаты» в Кубке Европы в прямом эфире. Вологодский клуб в рамках европейского клубного турнира принимал дома румынскую команду «Сату-Маре». Итог встречи 74-38 в пользу волокжанок. Подробности знает Владимир Сентябрёв. «Вологды-Чевакаты» уже не первый год принимают участие в еврокубковых турнирах. Два последних сезона были наиболее удачными. Команда останавливалась всего в шаге от финала. Были матчи еврокубков, которые волокжанки даже проводили в Череповце. Но теперь в Вологде есть своя отличная арена – дворец спорта на улице Конева. Именно туда стремятся все вологодские болельщики, когда играет главная команда города. Два билетика. Любого пока не гонится. В Вологду-Чеваката команда областная, потому было бы логично дать возможность смотреть ее игру и болеть за баскетболисток большинству жителей региона. С этого сезона принято решение о трансляции домашних матчей баскетболисток в прямом эфире 12-го канала в Череповце и 7-го канала в областной столице. Для этого 7-го ноября в Вологду направилась съемочная группа из Череповца и передвижная телевизионная станция. Дворец в Вологде новый, но для работы телегрупп был оборудован недостаточно. Поэтому техническим службам двух наших телеканалов пришлось немало потрудиться, чтобы зрители получили качественную картинку. Но в назначенный час премьерная трансляция началась на оба крупнейших города Вологодчины. Впервые, кстати, с двумя комментаторами. Конечно, постарались ознаменовать первую телетрансляцию победы и баскетболистки. Я думаю, что, естественно, может прибавиться этой, как сказать, ответственности, концентрации на матче, благодаря тому, что обширная аудитория может смотреть эти игры. Но по большому счету профессиональная команда независимости показывает, или не показывает, она должна показывать свою игру, добиваться для себя положительного результата. Соперник Чувакаты Сатумары не из самой баскетбольной страны Европы – Румынии. Однако в составе много легионерок, в том числе две темнокожие американки. Впрочем, это уже примета европейского баскетбола. Вологда, естественно, противопоставил соперницам также двух американских баскетболисток, но не только. Тон в игре Чувакаты сейчас все-таки задают россиянки, в том числе и местные воспитанницы. Это в первую очередь капитан команды Елена Волкова, которая начала встречу двумя точными трехочковыми бросками. А самой результативной в составе Вологда в итоге стала Екатерина Сныкина. Наконец-то то, что мы тренировали, начала получаться командная игра. И просто приятно играть в свое удовольствие. И в итоге все получается. Постепенно преимущество Воложанок росло и к большому перерыву достигло 18 очков. В начале второй половины матча Румынки предприняли попытку организовать погоню. Но Чуваката не дрогнула. Более того, хозяйки паркета вскоре смогли нарастить свое преимущество. В четвертой десяти минутке команду уже просто доигрывали матч. В итоге 74-38 – вторая победа Воложанок в групповом турнире Кубка Европы. Для нас сегодняшняя игра в преддверии дальнейшего продвижения по Кубке ФИБО очень важна была в плане того, чтобы выиграть уверенно. Уверенно и с большой разницей. Ну, я думаю, что счет говорит сам за себя. Нам это удалось. Поэтому и настроение, конечно же, хорошее. Но не стоит забывать, что у нас впереди. И каждая игра все ответственнее и ответственнее. Впереди у Вологда Чуваката еще один домашний матч в рамках Кубка ФИБО Европа. Соперником будет лидер группы – французский Монпелье, в котором в Волокжанке проиграли в гостях. Седьмой канал Вологда и канал 12 Череповце планируют показать этот матч в прямом эфире. Кроме того, в этом сезоне в наших планах трансляции и наиболее интересных матчей чемпионата Премьер-лиги. Число пешеходов, попавших под колеса автомобилей на этой неделе, было как никогда велико. В областной столице во вторник на пешеходном переходе насмерть сбили женщину. 57-летняя Вологда Чуваката переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 20-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» по каким-то причинам не увидел женщину. Она от полученных травм скончалась в больнице. В Череповце ужасная трагедия. Случились в выходные на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького у колхозного рынка. На зебре водитель сбил сразу двух пожилых женщин. Кадры с камер видеонаблюдения видели многие на сайтах и в социальных сетях. Доли секунды и двое подлетают в воздухе. Очевидцы происшествия уже потом скажут, сразу не поняли, что это люди, как будто кто-то играл в кегли. Очень страшно. 25-летний водитель с места происшествия тогда скрылся, но чуть позже автолюбитель вернулся к перекрестку сам. В отношении водителя в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет. Известно, что череповчанки переходили дорогу на красный. И по словам автоинспекторов, все чаще пешеходы сами виновны в том, что попадают под машины. О других событиях у Вологды и Череповца в рубрике «Параллельным курсом». События, которые ждали, готовились, но вдруг оказались не готовы. Ремонт Ленинградского моста прошел на этой неделе в Вологде. И, конечно, вся улица Ленинградска встала в многокилометровых пробках. Ремонт моста – шаг вынужденный. Нагрузка на него большая. Полотно во многих местах, главным образом на соединительных швах, просто разрушилось. Латать дыры дорожники пытались уже не один раз. Но снова и снова они появляются. Асфальт крошится под колесами. Этой осенью ситуация стала совсем критической. Ждали хорошей погоды, потому что все осень шли дожди. С тем, чтобы вскрыть швы, далее специально привезенная мастика, называется «Изжора» из Москвы. Заливаем мастикой, сверху кладываем асфальтом. Здесь водителям тоже приходится сталкиваться с трудностями. Шлагбаум появился возле 4-й Вологодской поликлиники, одной из самых крупных в городе. И он уже вызвал массу споров у Вологжан. Есть как сторонники решения об установке шлагбаума, так и ярые противники. Поток посетителей здесь ежедневно около 2000 человек. Соответственно, на плечи руководства ложится немало ответственности за безопасность пациентов. Но это лишь одна из причин установки шлагбаума. На узком пространстве раньше создавался настоящий транспортный коллапс. В конце концов, даже иногда доходило до того, что вот эти мелкие аварии, которые на территории у нас больницы могли происходить, ну как везде при движении, они парализовали работу учреждения в целом. Бывало, что участковые врачи на приём к маленьким детям не могли выехать по 2-3 часа. Теперь эта проблема решена. Территория поликлиники открыта для служебного транспорта и для машин и экстренных служб. Инвалиды и пациенты с серьёзными травмами тоже могут проехать свободно. Сопровождающему достаточно подойти к посту охраны и попросить поднять барьер. Остальным же придётся найти другое место для парковки. Вологодские наркополицейские ликвидировали крупный канал поставок героина в наш регион. На этой неделе они задержали курьеров, которые везли с собой больше 350 граммов зелья. Это около 4000 разовых доз. Незаконный груз мужчины прятали в специально оборудованном тайнике в салоне легкового автомобиля. Задержали их на посту ДПС в нескольких километрах от Грязовца. Ими оказались двое жителей Кичминско-Городецкого района. Героин они пытались переправить в Вологду. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемых под стражиной приют предварительного следствия. За перевозку такой большой партии наркотика задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Он обошёл пешком весь земной шар, выиграл схватку с медведем и в одиночку на лодке пересёк море. На этой неделе в Вологду посетил известный путешественник, философ и кандидат исторических наук Сергей Гордиенко. Наш город для него стал одним из пунктов большой исследовательской экспедиции. Из Украины Сергей Гордиенко пешком стартовал ещё в январе. Уже побывал в Кимии, по Белому морю на каяке добрался до Архангельска. Очередной перевалочный пункт – Вологда. Позади уже 3500 километров пути, впереди ещё столько же. Путешествие, которое продлится чуть больше года, посвящено 100-летней годовщине экспедиции полярного исследователя Георгия Седова. Самыми интересными событиями в городе Металлургов уже готовы поделиться мои череповецкие коллеги. Я передаю им слово. О ярких событиях минувшей недели расскажу я, Елена Федотова. Это рубрика «Параллельным курсом». 240 игровых автоматов превратили в металлолом. В Череповце прошла спецоперация по уничтожению оборудования. Уже третья в этом году. Город уделяет особое внимание борьбе с нелегальным бизнесом. Создана межведомственная комиссия, куда входят сотрудники полиции, прокуратуры. За 10 месяцев они провели более полутысячи рейдов, в ходе которых изъяли 1600 единиц игрового оборудования. Только за лето разломали и отправили на переплавку 560 штук. Чуть больше, чем за год, выписано штрафов на сумму свыше 9 миллионов рублей. Половина из них вступила в силу. Городская казна пополнилась больше, чем на 4 миллиона рублей. Около миллиона рублей ушло на хранение и перевозку игрового оборудования. Не раз депутаты городской думы говорили о возможности использования автоматов вторично. В качестве электронных помощников в муниципальных учреждениях, например, информатов. Однако власти считают это нецелесообразным. Поскольку это оборудование изъято, конфисковано, очень длительная процедура установления собственника этого оборудования. Ну и в третьей стороне, как бы, вы прекрасно понимаете, для того, чтобы использовать его еще как-то, нужно вводить очень жесткие контрольные процедуры. Три автомобиля с наркотиками задержали на Вологодчине. В среду наркополицейские остановили автомобиль на трассе Москва-Архангельск, недалеко от Грязовца, в котором был оборудован тайник. В нем содержался сверток с героином общей массой 351 грамм. Это порядка 4000 разовых доз. Еще две спецоперации прошли в Череповце. В ночь со 2 на 3 ноября сотрудники наркоконтроля задержали на улице Олимпийской автомобиль, в котором в качестве пассажира находился 21-летний житель Санкт-Петербурга. Из северной столицы он привез партию гашиша массой 188 граммов. А уже 6 ноября в ходе другой операции на улице Луначарского в автомобиле были задержаны три местных жителя. У молодых людей 82, 84 и 86 годов рождения изъято 233 грамма гашиша. Наркотик оперативники нашли при досмотре автомобиля, при личных досмотрах и во время осмотра квартиры и автомашины одного из задержанных. Напомню, неделей ранее в Череповце уже изымали гашиш. Тогда оперативники нашли у наркокурьера 400 граммов наркотика. Провести ямочный ремонт в ближайшее время. Такое указание получили дорожники от департамента ЖКХ. Самая сложная сейчас ситуация на Октябрьском мосту и в Зареческой части города. Съезд на улицу Столиваров уже привели в порядок. Латание дыр на дорогах, по заявлению властей, будет продолжено. Причем такой временный ямочный ремонт могут вести практически при любой погоде. Легкий мороз, небольшой дождь или снег не помеха. Если яма аварийная, то временно закрыть ее. Специалисты обслуживающей организации должны сразу же, как поступила информация о дефекте дорожного полотна. Затем в течение нескольких суток дорожники обязаны сделать более долговечную заплатку. То, сколько она простоит, зависит от интенсивности движения, а главное – количество оттепелей. Полуфинал корпоративного конкурса «Мисс Северсталь» прошел в минувшую пятницу. Выбрали 12 самых лучших девушек холдинга. Тема полуфинала «Город мечты». На сцене Дворца Металлургов 30 на девушкой с более чем 15 подразделений холдинга. Участницы соревновались в трех конкурсах – визитка, танцевальное шоу и дефиле. Финал «Мисс Северсталь» состоится 21 декабря. Новая неделя, новые события. Пусть они будут приятными для всех. Это была рубрика «Параллельным курсом». До встречи. К новостям вернемся через пару минут. Вместе почитаем газеты, поучаствуем в раскопках и посмотрим, на что способны монахи Шаолиня. Пока реклама. Субтитры создавал DimaTorzok